Простая одержимость 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 Своё выступление Потрачивал на вступление Вступление Говорит о том Что Насколько Нетривиален тот сам факт Что мы с вами Здесь общаемся Во мне Стоящем перед вами Сейчас Сейчас 9, 800 и дальше 21, что ли, нулей атомов, которые собрались во мне и проведут в этом состоянии, как и в каждом из нас, вряд ли больше, чем 700 тысяч часов. Они обедены в молекулы, которые бывают очень маленькие, по два атома, а бывают по три, а бывают большие, в которых по 8 миллионов атомов. Это крупные молекулы ДНК, а всего во мне, стоящим перед вами, около 500 миллиардов клеток и 10 миллиардов, или триллионов даже, 10 миллиардов нейронов. Эти большие числа очень трудно читать, и вам, возможно, видны просто нули, в любом случае это очень много. Мы собрались на планете, радиусы 6400 километров, массой, вот это длиннющее число, 5,9,8, огромное число нулей, столько она весит килограмм, которая летает в расстоянии 149,5 километров вокруг желтого карлика. Мы находимся, живем с вами, все это происходит в мягкой фазе ледникового периода. Еще незадолго до этого, жалкие 10 тысяч лет, здесь лежала ледниковая плита, причем не только здесь, а существенно южнее. И поговорить решительно было бы невозможно. Еще раньше на земле умерли динозавры, еще раньше первые морские жители вышли на землю, еще раньше в пиане возникли первые позвоночные, еще раньше. Все это время по земле двигались континенты, отличное кино, его хочется повторить второй раз. Вот в последний момент видно, как Индия отрывает от Антарктиды и становится Индией. Сейчас я прокручу еще разок, я не смог его замедлить, смотрите внимательно. Значит, вот это пока неизвестно что, а вот сейчас от Антарктиды отрывается Индия и, собственно, еще недавно она была частью Антарктиды. Это последние полтора миллиарда лет назад, надо было замедлить, ну хотя бы до полутора минут, но у меня ничего из этого не получилось. За четыре миллиарда лет образовались материки, затвердела кора, земля остыла. И если продолжать туда-назад, то вот это то, что интересует нас. Вот все остальное это уже очень современно. А те, кто строит коллайдер, интересует то, что было существенно раньше. Если в этом большой смысл или нет, я не знаю, но люди этим несомненно интересуются. Началось все с большого взрыва, когда из ничего возникла вселенная, причем, по-видимому, сначала десятимерная. Вот у нас не только была длина, ширина и высота, как бы, в этом помещении, а были еще семь, что ли, дополнительных измерений, перпендикулярных всем остальными. Потом, по причинам, которые можно обсуждать, часть из них схлопнулась, а часть осталась для того, чтобы мы здесь жили. Но вот эта фотография, по крайней мере, видна. Здесь есть неплохая ирония в том, что на экране плохое разрешение. Получение вот этой картинки в настоящем высоком разрешении, это колоссальные научные достижения последних двух десятилетий. Сначала люди радовались тому, что это слепок большого взрыва. Это отголосок большого взрыва, который можно увидеть, глядя в космос. Но нужно очень внимательно смотреть дорогими инструментами. Значит, там, лет 15 назад качество этой картинки было примерно такое, как сейчас на этом экране, а сейчас оно стало примерно такое, как у меня на компьютере. И это ровно отголосок большого взрыва. Вселенная, родившись ничего, остывала. И в конце концов, из материи возникли веселые существа, из которых мы все сложены, так называемые кварки. Мы сложены из трех, а три еще находятся где-то в нашем мире и не встречаются. И был период, когда Вселенная вела себя, ее поведение описано словно инфляция. Хорошая шутка состоит в том, что хоть одна польза от инфляции есть. Она, инфляция это раздувание всего лишь, она раздувалась с невероятной скоростью вместе с пространством и временем. И, собственно, современная крупномасштабная структура Вселенной создалась как результат инфляции. Потом она немножко подостыла, возникли звезды, галактики. И на краю одной из галактик, давным-давно в далекой галактике, нашелся желтый карлик с массой около 10 в 30 степени килограмм. Который обзавелся примерно десятком планет. И на одной из этих планет, в конце концов, она превратилась в довольно неплохое место для жизни. Значит, вопрос, который я задаю, вам уже пора задать. Откуда вообще? Почему? Никто не путешествовал во времени. Никто не проникал там в земное ядро, не летал в далекие галактики. Откуда все это известно? Уж никто точно не путешествовал назад к моменту небольшого взрыва. И никто не видел инфляционной стадии, поскольку человек бы там решительно не поместился. Никто не пересчитывал молекулу штука за штука и так далее. Значит, есть чудо состоит, с моей точки зрения чудо, состоит в том, что есть два почти равноценных способа изучения мира. Один это наблюдать, а второй это думать. И для того, и для другого мы используем голову. Когда вы потеряли какую-то вещь и не можете ее найти, она лежит перед вами, вы потом говорите, как же я не видел ее? Мы видим только то, что мы хотим видеть. То, к чему сплоуна наша голова. А в этом смысле наблюдение – процесс, требующий такого же напряжения мозгов, как и думы. Это две стороны одного и того же. Значит, наблюдение и размышление позволяют узнать не только то, что есть, но узнать то, что было и то, что будет. Совершенно необязательно выходить, например, летать в космос и вообще выходить из дома, чтобы открыть планету. Значит, ну вот, как известно с древних времен, количество планет, которые мы видим на Немец, было очень ограничено. История, которую я хочу кратко рассказать, это история про открытие уже второй из открытых планет. Уран уже был открыт примерно за 80 лет до этого планеты. Нептун. Значит, планета Нептун была открыта так. Люди верили в то, что они знают законы, по которым движется планета. И Уран в общем этим законам подчинялся. Тем не менее, по мере увеличения точности наблюдений, это все будет у нас в дальнейшем, это все про коллайдер. По мере увеличения точности наблюдений, по мере возрастания разрешающей способности наблюдений выислилось, что он движется хоть в общем так, как мы думаем, на самом деле ни черта не так. Есть мелкие отклонения, которые остаются необъясненными. Тут описаны детективные истории, которые невозможно пересказать, не глядя в текст, а текста вам все равно не видно. Я суммирую ее в несколько слов. Часть людей занялась расчетами того, а какова могла бы быть причина этих отклонений, если мы предположим, что там далеко, где нам не видно, находится еще одна планета. Как она должна летать для того, чтобы создавать те нерегулярности, которые наблюдаются. Эта задача гораздо сложнее, чем задача просто узнать, как движется планета. Это обратная задача. Найти планету там, где вообще неизвестно, есть ли она. И целый ряд людей, вописанные здесь невидимые вам истории, пусть она станет детективной, кто-нибудь найдет в Википедии. Она прекрасна тем, что ряд людей писали друг другу письма. Сейчас мы писали имейлы, тогда писали письма. И поскольку все были заняты, один воспитал детей, другой делал карьеру, третий переезжал с места на место, четвертый был и куча студентов, ему было не до этого. Они в общем все отказывались, ну просто всего лишь посмотреть на небо. История вон там красна, кончилась тем, что некий студент в одной из обсерваторий, в конце концов, ну, однажды ночью решил посмотреть туда, где говорили вычисления. Планета была открыта той самой ночью, когда кто-то сподобился сделать наблюдение. Значит, это, с моей точки зрения, чудо. Вы сидите за писемным столом, и несколько лет перед вами лежат бумажки с формулой. Потом вы зовете к себе астронома и говорите, иди сюда. Вот посмотри туда, точно в такую точку, точно в такой момент, и ты найдешь там планету. Эта планета была открыта на кончике пера. Значит, нужно предсказывать. Ну, расписание затмений, как мы хорошо знаем, это примерно, но даже точнее, чем расписание электричек. Электрички опаздывают, солнечные, лучные, лунные затмения не опаздывают никогда. Возвращение комет известно прекрасно, и вот это тоже можно предсказать. Значит, это потрясающая вещь, потому что, когда вы, по выражению известной физики, держите в одной руке кусок урана, и в другой руке кусок урана, то, когда вы соединяете эти два куска урана, у вас больше не остается двух кусков урана. У вас получается воронка в полкилометра в диаметре. Так вот, сила, с которой долбанет, сила, с которой долбанет, была вычислена на столе практически в двух местах, в Лос-Аламосе и в ядерном центре в Саробе, практически без компьютеров сидели женщины, которые крутили ручки калькуляторов, и что-то такое делали. Это было сделано силой мысли, и ошиблись, ошиблись, конечно, ошиблись. Это не как с планетой. Задача гораздо сложнее. Ошиблись всего лишь в несколько раз, в три-четыре раза, не в десять, заметьте, хотя вообще непонятно, с чего следует выключить. Так вот, воодушевленный вот этим успехом того, что можно думать, а потом выясняется, что то, о чем ты подумал, оно существует. На границе с Швейцарией и Францией люди прокопали под землей вот это вот кольцо. Оно примерно 30 километров, и протоны пролетают его в секунду. Как вы думаете, сколько оборотов они делают в секунду? Да, 11 тысяч оборотов в секунду. Да, это очень неплохо. 11, ну с чем там, 11 тысяч оборотов в секунду по 30-километровому кольцу. Это тоже. Это туннель. Ездить там, можно на велосипеде. А протон не мешает? Почему? Ездить на велосипеде. Выключаем, я думаю, чтобы не ты не разогнался. Итак, отличительные свойства физики, например, от прекрасной науки анатомии, геологии или географии, в том, что физика обладает предсказательной силой. Предсказательная сила физики основана на том, что существует уравнение. Никто не может объяснить, почему это так. Почему, когда Дирак написал свое уравнение, оказалось, что он открыл позитрон. До этого были известны какие-то частицы. Люди подумали, каким уравнением они подчиняются электронам. Например, каким уравнением оно подчиняется. Ниоткуда вообще не следовало, что оно чему-то должно подчиняться. Тем не менее, уравнение удалось написать, и Диракт стал его решать. И он нашел другое решение, кроме электрона, которое не лезло ни в какие ворота. Через несколько лет был открыт позитрон, который описывается этим решением. Это некоторое чудо. Вы наблюдаете кусочек мира и подвергаете его рафинированному логическому анализу. Что такое математика? Это рафинированный, доведенный до крайности логический анализ. Дальше выясняется, что из наблюдаемого вами куска вы извлекаете до черта всего другого. Я пропущу разговор о том, что первичные числа или фигуры. Хочу, кстати, сказать о предсказательной силе уравнений, когда вообще возник математический анализ. Математический анализ возник примерно тогда, когда стало нужно точно узнать, куда стрелять. Пока из пушки. Пока люди кидали камни, ну, вы как-то приспосабливаетесь, и у вас возникает собственное представление, куда вы попадете. Когда стало нужно стрелять из пушки, понадобилось точное знание. Ну, то же самое, что с ядер-небогом. Точное знание того, где именно долбанет. Немедленно возникло дифференциальное исчисление, которое разработало уравнение, которым, оказывается, подчиняется летящий песок свинца. Законы физики оказались долгое время, казались универсальными. Прекрасная история о том, как... Которая предвосхищает то, что делается сейчас на Калайдере. О том, что произошло с электричеством. Люди типа Клона, Эрстеда, Ампера и Фарадея наоткрывали, вот наблюдая, очень аккуратные ребята были, очень внимательно наблюдая сформулированные некоторые количества эмпирических законов, которыми подчиняются электрические явления. Прекрасные и чудесные законы. Электричество отдельно, магнетизм отдельно, каждый свое. Появился Макс, который задался вопросом, можно ли все это вместе объединить во что-то, в некую общую схему. Для этого ему пришлось сделать следующий шаг за дифференциальным исчислением, которое я только что упомянул. Он разработал векторное дифференциальное исчисление и записал систему уравнений, которое содержало в себе законы Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея и так далее. Прекрасное достижение. За одним только но. Система уравнений оказалась внутренне противоречива. То есть из нее следовало нечто типа 0 равно 1, чего быть не может. Значит, как должен был себя чувствовать человек, который потратил несколько лет жизни на то, чтобы сформулировать на своем языке опытные законы, и увидел, что они на самом деле противоречат друг другу. Вот что значит рефинированный логический анализ. Этого не было заметно, пока не были написаны эти уравнения. А размышления Максвелла, дальше вообще чудо. Заметьте, он начал с того, что захотел сформулировать опыт. После этого он совершенно забыл про свое намерение. Он стал развязывать уравнения и наслаждаться их достаточно симметричной формой. И он увидел, что уравнения похожи, но не совсем. Если в одно из них добавить некоторые слагаемые, то произойдет две вещи. Во-первых, уравнения станут совершенно симметричными и красивыми. Почему они должны быть красивыми, непонятно. Ниоткуда не следует. И снимется это противоречие. То противоречие, которое... Вот 0 равно 1 примерно, оно исчезнет. А ничего себе формулировка опыта, когда я руками добавляю в уравнение какие-то куски. Уравнения с добавленными кусками перестали быть противоречивыми, но приобрели странные свойства. У них появились решения, в которых электрические магнитные поля вели себя так, как никогда до этого на опыте не наблюдалось. Они, удаляясь от источника, не затухали очень сильно, поддерживая друг друга. Максвелл умер до того, как были открыты радиоволны. Но это были радиоволны, и они именно этим уравнением и описываются. Это то самое решение уравнения Максвелл, которые были написаны вот так вот из головы. Я суммирую. Человек наблюдал за опытом, убедился в противоречивости того, что там происходит. После чего, исходя из, в общем, эстетических соображений, добавил куски уравнения Максвелл, которые вам все равно не видно, я их допускаю. Это вот сочетание математической строгости и одновременно почему-то эстетического какого-то начала и красоты, оно развелось тех пор очень сильно. Потом появилась в 20 веке, появилась там теория относительности, появилась квантовая механика. Это все было непросто, но физика потребовала новую математику, и там много отдельных замечательных историй, о том, как физики переоткрыли то, что было до этого открыто в математике. Несколько раз причем. Сначала материали, вспомнили то, что сделал Брэн Риммон в 1954 году в своей знаменитой диссертации, то, что тогда было никому не нужно. Вдруг оказалось, что это, собственно, содержание общей теории относительности Эйнштейна, который тот, в свою очередь, создавал 10 лет. Оказалось, что все то, что мы знаем, все то, что мы наблюдаем на фундаментальном уровне в природе, подчиняется каким-то симметриям. Симметрия – это забавная штука, но вот, например, у кубика Рубика, сейчас я дойду до него, потому что, может быть, хотя бы его будет видно, и пропущу дурацкие паровозности. У кубика Рубика, например, есть... Вот. У него есть какие-то симметрии, ему можно как-то бросить. Кстати, решение задачи о том, как сложить кубик Рубика, издается приложением той же самой математики. Вот эти теории симметрии. Выясняется, что во скалейдоскопе всегда есть симметрия, и их можно как-то изучать. В мире реализуются разные симметрии. Так вот, силой мысли удалось продвинуться, наблюдая имеющиеся элементарные частицы, удалось продвинуться достаточно далеко. А... У меня есть у него 5? Да. Спасибо. У нас продвинуться достаточно далеко. Когда сначала казалось, что элементарных частиц там всего раз-два-три обчелся, а потом, когда увеличилась размешающая способность, то, чего мне здесь не хватает на экране, стали делать больные, сильные ускорители. Увидели, что их элементарных частиц, они рождаются и умирают, а их все время разные, их не 10, не 20, не 50, их больше. Вызывало логическое неудовлетворение, вызывало тот факт, что их так много, нам почему-то хочется, чтобы фундаментальных кирпичиков было мало, чтобы все слагалось. И с какого-то малого числа элементов вся сложность. Ну, собственно, периодически система элементов нас, возможно, к этому приучила, что все многообразие химических веществ, оно слагается из весьма ограниченного наборчика игрушечного. Так вот, люди стали классифицировать, стали размышлять и разглядывать данные об этих элементарных частицах. Оказалось, что они группируются по своим свойствам в группы. В первой группе 8, во второй группе 15, в следующей там то ли 21, то ли сколько-то я забыл. Дальше открывается математическая книжка. И выясняется, что эти числа, они хорошо известны, это так называемые размерности неприводимых представлений группы С-3. Элементарные частицы, по причинам, о которых мы не можем ничего сказать, ведут себя так, что они управляются этой симметрией совершенно нам не видимо. Это не пространственные отражения, это не калейдоскоп, это не кручение кубика-рубика, это что-то еще. За одним исключением, в математической книжке этот список начинается с представления размерности 3, а таких частиц никто и никогда не видит. Гелман и Цвейк, да? Гелман и Цвейк. Очень смелые люди сказали, давайте предположим, что эти частицы существуют. Так были открыты кварки, которыми сейчас объясняется все. Статус существования кварков, он тонкий, они не летают сами по себе. Нельзя убедить свободного кварка по причинам, о которых я сегодня ничего не могу рассказать. Что это? Частица или фундаментальное представление группы С-3? Существует оно на самом деле или оно существует у меня в голове? Несомненно, только одно. Это предположение позволяет описать кучу всего, много-много опытных фактов, в частности, все то, что происходит в Маколаеве. Значит, математически все это называется представлением группы С-3 и коллайдер стали строить по следующей причине. В какой-то момент чисто математическое размышление стало пробуксовывать. Не потому, что трудно было придумать что-то, а потому, что слишком мало было опытных данных. Сейчас существует несколько, извините, несколько теорий, которые в математических вот этих симметрийных моделей. И каждый из этих симметрий начинает отличаться одна от другой в той области, которая недоступна современным приборам. Скорее, это коллайдер от микроскопа, очень-очень мощный. Вот нельзя разглядеть то малое, где они отличаются друг от друга. Так вот, коллайдер строится с одной единственной целью. Он строится с целью проверки того, какова симметрия природы. Это та самая симметрия, которая действовала при большом взрыве. Это та самая симметрия, которая определяла то, как идет инфляция и как вообще сформировалась крупномасштабная структура Вселенной. Это некоторое чудо. Некоторое чудо состоит в том, что, разглядывая малое и подвергая его вот этому вот анализу, мы можем сделать выбор в пользу одной из конкурирующих сейчас друг с другом математических теорий. Именно это делает огромный коллайдер. Он проверяет. Его задача всего лишь, всего лишь выделить одну, в идеале, конечно, одну из ныне существующих математических моделей. Поэтому коллайдер, в каком-то смысле, коллайдер для математики. Спасибо.